Я приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру 7DS To Die на сложности Insane и версии Alpha 15.1. Всё, ещё нахожусь на карте Nevesgan. Я люблю так рандом, но приходится мне всё ещё здесь играть, потому что я никак не могу умереть. Вот, и я должен доиграть эту жизнь до конца, перед тем как переходить на рандом. Две игры сразу, мне кажется, это не очень правильно будет запускать. Хотя, кто знает, может быть попробовать что-нибудь типа трансляции можно. Да, можно попробовать трансляцию какую-нибудь устроить нам и в рандоме там поиграть. Не знаю, если... Да, в конце концов, почему бы и нет. Кстати, друзья, а сюда-то эти гаврики-то не заберутся часом? Да, вопрос. Вопрос, который меня сейчас посетил, я задачил. Если, допустим, пойдут эти... Всякие... Так, кстати, давайте попробуем вот что-нибудь сделать. Получится ли меня сюда довезти, во-первых, мостки эти? Куда они упрутся, если я буду их вот так везти? Так. То еще придется что-нибудь переделывать опять. Так, ну во-первых, они не хотят держаться, правильно? Так, ладно. Доведем тогда их до какого-то... Сейчас, 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 все будет. Давайте доведем тогда их до определенного уровня. Ну вот так, допустим. Сейчас вот это я уберу. Там часть тоже этих друзей уберем. Тут вот подставим парочку. Так, хорошо. Видите, на это должно... Они должны на это упереться, как бы. Мне просто надо понять, куда заходит это все дело. Как далеко. А-а-а. Так оно заходит прямо сюда, получается. Не очень хорошо, друзья. Надо все-таки тогда... Выдвинуть... Выдвинуть на единицу хотя бы. Да? Нет, на единицу себя выдвину, то сюда пойдет. Ну да, в принципе на единицу, да. Всего лишь надо... Видите как... Получается иногда не очень классно. Так, надеюсь, здесь не рухнет. Нет. А, ну мне, кстати, это плюс, потому что я смогу сейчас просто очень легко реализовать этот проект. Да, вот так. Продолжаем сносить это. Только надо помнить, что требует укрепления. Укрепление. Ай... Помнить надо, что требует укрепления, друзья. Сказал я и об этом забыл. Ну-ка, там, конечно, трудно рассчитать, когда он начнет падать, поэтому... Рассчитаться это не сложно. Давайте тогда я вот... Сейчас... Сюда, наверное, подставлю сразу. Да, вроде должно уже держаться. Теперь-то. Да почему так? Да почему так-то, я не пойму. Сейчас, секунду. У меня тут уже просто засыпало дыры эти... Обломками. Так, это мы потом, ладно, уберем, когда... Я буду... Слушайте, ну не с первого раза, не с первого раза, а я, честно говоря, сам недоволен, что у меня так выходит. Не обращайте внимания, это бывает. Еще раз, я, наверное, не то что-то вытащил. Не то что-то вытащил, и поэтому... Он туда ударил, наверное. Я ему, наверное, в этот блок выбил. Как он называется? Это фрейм. Поэтому и обрушилось все. Так, вот так вот. Ага, сюда он не хочет, потому что здесь... Костер у нас, правильно? И у меня здесь, конечно, есть сомнения насчет этого. Вы не думайте, что я прям уверен в том, что я сейчас делаю. Почему сомнения? Потому что, ну, как минимум... Как минимум... Эта конструкция сильно не защищена. Кстати, обратите внимание, здесь удалилась эта поручень. Она сильно не защищена. Я еще не уверен, что она будет стоять, если я подломлю... ...ту подставку, которая сейчас ее держит. На этом мы сейчас быстро выясним. Думаю, проблем не будет это узнать. Ну, давайте. Да, вроде держит. Ну да. Так-то он должен держать, конечно. Это все-таки... Ладно. Давайте остановимся пока на этом решении. Если нам не понравится, мы попробуем сделать что-то другое. Я-то просто уже пока строил, я подумал, что лучше было бы не такой вот катволк делать, да, с рейлингом, чтобы зайти туда. А скорее нужно было бы сделать башню еще выше. И в башню просто проход, и там вертикальный спуск. Почему? Почему? Потому что... Ну, потому что... Это было бы более секьюрно. То есть, более закрыто от взгляда врагов. Вот. Ну и так тоже ничего. В принципе, получилось. Так. Надеюсь, что здесь нам не влепят по полной программе сразу же. Давайте спустимся ниже, посмотрим, что у нас здесь. Здесь, кстати, ящички, которые я все забываю поставить. Я думаю, ящики поставлю вот так вот где-нибудь посерединке. Ну так, чтобы они просто на виду были. Без особой заморочки. Надеюсь, они в центре, наверное, все-таки мешаться будут, мне кажется. Что ж, бетон. Бетон у меня есть. Сталь есть. Ага. Пока сделаем вот что. Во-первых, выложим сталь. Хватит с меня ошибочных этих... Ну, как сказать, ошибочные... Ошибочные укрепления, когда я делаю. Ну, не хотел я вот здесь прям сразу вот так, чтобы сам за меня... Кто-то за меня принял решение, да? Я поставил здесь сам всю сталью заделал. Я должен был подумать, наверное, принять решение, да? Получается, как спонтанно там он... Как с этими колиями вышло, что я просто тупо взял, навел туда. Я просто обрадовался, как быстро этот деятель все возводит. Вот. И, соответственно, без задней мысли... Так, все, бетона нет. Без задней мысли сделал стальные коли. Ну, может, это и хорошо. Кто спорит. Но я-то как-то не ожидал этого. И я расстроился. Кстати, между прочим, можно было бы для упрощения работы вот с такими устройствами в игре сделать выбор. То есть, когда вы выбираете, какой тип объекта вы хотите улучшать. То есть, пишите там, допустим, колья. И все. И на что другое он бы не влиял. Это было, мне кажется, очень здорово. Так. Я беру вот это. А, подождите, бетон. Ты тут никакой не делал? Нет, бетон не делал. Все, что делал, уже забрал. И пойду за цементом, скажу. Схожу за цементом. А чтоб тебя. Так, что-то тебя... Ах, тут у меня и цемента-то нету. Так, давайте тогда вот так. Ну, я думаю, сотни хватит вполне. Так, цемент. Крафт. Сотня, цемент, крафт. Все, уходим отсюда. Ну, просто делать нам там нечего, конечно. Более того, пойдемте-ка мы с вами лучше в лутальню. И посидим там немножко. Пока наш цемент готовится. Да, возможно, здесь действительно надо было башню строить. В нее вход. Ну, мы в любом случае сможем это перестроить. Если нам не понравится, да, и устроим тут... А, да, кстати. Давайте-ка пока... Давайте-ка пока займемся сталью. Ведь у нас еще сталь есть. Сталь. А-а-а. Знаете что, помимо пилар... А им пилар бы еще бы укрепить вот эти вот конструкции. Сталью. Те, кто знает, зачем. Все надо укреплять сталью, короче говоря. Но на все стали точно не хватит. Такое количество. Ну, это просто противовзрывная будет защита. Что-то пути. Жердяй особо нас тут не мучили. Пилары, конечно, тоже надо делать, но... Давайте и пилар туда... А, тут пилар требует этого. Не, ну, конечно, я разорюсь на этой стали тут. Пилары уделывалось. Пока попробуем и без них. Сколько стали хватит, столько и используем. А потом там уже видно будет. Все? Да, не густо, не густо. Прямо скажем. Хотя, ну, кстати, такой вид, конечно. Понятно. Не понятно, что это вообще. Почему такая текстура стали? Такая-то не кудышная. Так. Пока выключим свет. Давайте. Кстати, давно что-то я стелсом не пользовался, друзья. Ну, прям очень давно. Кстати, у меня же есть вот что. Знаете, я пока отойду лучше отсюда. Просто отойду и... посижу здесь где-нибудь на вершиночке. Они все равно меня туда не найдут пока. А я посмотрю, что у меня из навыков есть. Так. Строительство Fixer. Есть. Так. Что еще? Перки. На всякую. Так. Постейти. Кольти Джо. Секрет стэш. Кстати, может быть у меня секрет стэш откроет детали на аугер, конечно. Непонятно, непонятно. Непонятно, как мне этот аугер получить. Даже главное не пойму, где он может быть. Кстати, стилсмитинг дает только, я так понимаю, рецепты. Так, видите, unlock стэш митинг, expand the force, forge, вернее, to create steel ignots, steel tools, wall door and more. Так, вот, подождите, а я могу сейчас это делать, wall door? Или это что-то действительно мне откроет новое? Ну да, все это навсего, я могу делать все, что угодно. Wall hatch. Жалко, они очень долго открываются, эти двери. Я, на самом деле, мне не нравятся, они хорошая вещь, конечно, но открываются не очень долго и пользуются ими неудобно, соответственно. Так, может быть мне в доспехе все? Нет, 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 у меня еще есть перки, они открыты. Так, plumpit. Plumpit. И, кстати, пистолеты. Outlaw. Rifles. Rifles у меня, конечно, фигово. Shotguns. Shotguns фигово. Outlaw требует 40 пистолетов. Ну, плюс 25, да, пистолет, конечно, мощный будет, если это все прокачать. Ну, в принципе, и, соответственно, тоже оружие мощнее будет, причем, я так понимаю, ружья... That's my rifle. That's my... Так, больше наносит урона. А что еще-то у меня не выкачано? Plumpit, ножи... Armors meeting, heavy armor. Увеличивает защиту, да, armors meeting, увеличивает качество. Серьезное дело. Blade Weapon. Так, у нас ножи. Кстати, а где у нас этот-то? Miner. Tools meeting. Minig tool. Кстати, у меня почти уже на пределе, да, я так понимаю. О, друзья, я могу сюда даже вкачать вот часть этих очков. Ладно, давайте под... Да ладно, все, я понял, куда надо. Наверное, нужно просто продолжать дубинку. Я ей блюю. Она мне пока основное... Основное средство. И... О, ничего себе. Сюда, кстати, не так уж и много надо. Blunt weapon. А, кстати, на следующий ранг нужно 80, а у меня... Давай сюда прям... Зарядим все эти... Два осталось. Так, undetected. О, заметил. Долдон. Ну что, сбегал? Вижу, что сбегал, да. Так, знаете, что, не буду дожидаться, пока он там все это поломает. Да, да, отцепись ты. О, да, будут тренироваться. Кстати, смотрите, они даже не бьют, просто ползают, а они уже разрушаются. При этом... Так, я могу, кстати, его, наверное, стукнуть, да? Да уж. А, смотрите. А, я его даже достать не могу. Странно это, странно. А, нет, получается иногда. В пузо ему. О. Все? Привет. Так, ладно, проверю, что здесь. На, конечно, деревяшечки-то совсем-то не держат ничего. Ну что ж, придется их-то заапгрейдить тоже, наверное. Все, рассвет у нас. И это не может не радовать. Пойдем посмотрим, кто там набежал. Так, кто-то у нас набежал. Крикунь-то есть хоть? Посмотрите, когда появятся NPC, там будут вообще, по-моему, будут... У вас не только зомби будут атаковать, вас будут еще атаковать... Какие-то боты, которые будут, по-моему, стрелять из винтовок по вашим зданиям. Я еще не знаю, кстати, какой там, опять, изменение баланса какой-то потребует. Это же серьезно. Серьезное дело. Мм. Да, вот тут надо доработать вот эти опоры. Наверное, их надо металлом покрыть, чтобы они... Как-то были поэффективней. Эффективней. Что ж, пойду схожу, посмотрю, что там у меня набежало из этого набора. Из набора... Камней. Так, здесь кусту у нас горит, я так понимаю. Так, а здесь еще нет, поэтому... Давайте хотя бы это заберем, да, обрабатываем те структуры пиларов, которые у нас есть. Так, прошу прощения за эту сирену. Но это не моя сирена. Так, вроде все есть, да? Посмотрим. 463, давайте 230, да. Здесь зарядим. И остатки тут. Я бы пока, пока делается сия, сия продукция, я бы не стал бы сидеть вот здесь просто так, сложа ручки и ножки, на самом деле бы пошел бы порубить металл. Так, вот, кстати. Еще зомбарь. Так, ну это... Где эта тряня? К сожалению, мне надо забрать ваши ворота. Торней, ваш забор. К сожалению, мне надо ударить вам по голове. А для меня, к сожалению, у вас ничего нет. Да, ускорение, конечно, работая вот с такими инструментами, необходимо, я думаю. А то ведь как-то совсем... Еле тянем. Даже стену пробили. Не только решетку. Кстати, через нее, наверное, пролетают болты, я так понимаю, да? Ну-ка попробую. Ух ты, там медведь. Попал в зомбаря, и он напал на зомби. Бои, попал в медведя, и он напал на зомби. Подумал, что это зомби его? Прясанул. Кстати, вот эти ворота тоже можно, конечно, обрушить. Ну, тут не очень много. Вот я говорю, очень мало. Металла много падает, а остается здесь мало. Медведь-то не идет хоть. Да, жалко, это не лон-дарк, где медведи можно ранить, и он истечет кровью со временем. Хотя нет, медведь, по-моему, очень тяжело ранить, чтобы он истек кровью. Все равно они пропьют все эти металлы. Потому что полимер это пропили, а этот как его? Металлы мне пригодятся. Так, сколько там металла-то? Девятьсот. Ну, не так уж и много, кстати, надо сказать. На хоть сколько-то это тут усилить коле. Деревяшки, они прям моментально там разваливаются даже. Смысла у них нет особого. Там одного зомби остановить, а если пойдет какая-то толпа, то... И зать зря я сюда стою спиной, конечно. Там вон кто-то ходит. Там вроде обычный зомби. О, делки-палки я тут упустил зря только. Кстати, фонарей тут нету больше, интересно. Ну, не больше, а вообще несколько фонарей. Надо проверить, он какой-то светится. Что это за там никакой фонарь, не фонарь. Подул в медведя. Не, мимо. О, побежал. А, бежит ко мне. Ко мне бежит медведь, друзья. Ау. Ну ладно, ладно, я от него бегу, обещаю вам. Пусть. его заколбасила данным к же голову стрелять это бесполезно так что совсем плохо чё это увидели я здесь друг друг человека соскальзывает чему-то с этой вот площадке все болты на него израсходуешь пока грохнешь не хочет намирать никак мне кажется быстрее бы его убил бы хотя чё нам наил ганта скажет по этому поводу очень понят попадая в него не попадаю чё там уже в этом медведь только нет я так подозреваю сегодня они так еще и не болты не летят потом крутится упреждение тут в этой игре конечно вообще нет так пойду за винтовкой схожу то это слишком хантинг-райфл стопы где мой анти-крайфл патроны пожалуйста выдайте мне 762 делом наверняка в дом зашел вот точно наверняка в дом зашел да это был похоже финальный выстрел что ж мне ну надо сказать что я конечно же не любитель насилия над животными даже сказал что я противник но ведь это ради выживания только не животное виртуальное так что при съемках этого видео ни одно животное не пострадало заверяю вас так атлетико у нас опять сейчас кое-что я выкину здесь так строительные строительные компоненты да здесь у меня деньги которые я тоже особо то сейчас не использую кстати деньги то неплохие надо будет как-то заняться ими а у меня вот что есть давайте как быстренько сейчас забетонируем здесь кое-что и еду мне надо скинуть ага еду не надо скидывать мне надо поесть в первую очередь так поедим на то что то совсем не тут уже 6 процентов осталось еды так 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 потому что вы забываете про эту еду выносливость сразу увеличивается так еще песка у меня до песка нет песка нет так 1000 давайте 500 так 200 здесь песок 200 здесь в песок камней да и опять я схожу к печам потому что надо все-таки проверить еще разок до ружьяка и конечно тоже хоть 4 стали левелом набить надо вот этот цемент которыми а там сейчас лишь немного но скачать не забрала да вот я надеюсь так почти взял нет нет я надеюсь что просто этого мне хватит чтобы завершить пилары и кстати надо не забыть следующий раз чтобы я так кстати здесь у нас есть такая штука по моему или я что путаю журнал о друзья я придумал кое-что смотрите так где наши сильны нет как она так 5 на 2 метра до 3 на 1 5 на 2 20 гвоздей надо и дерево до 100 так гвоздей насколько они туда смотрю гвоздей гвоздей 2 2 гвоздей есть да так и сделаем вот такую штуку так сейчас я там разберусь с одной больной я думаю может быть и не с одной придется разбираться где она а вот она а а а а а а а а также as а а а а а так смотрите мы надеяться что пока никого нет больше он надеется что пока никого нет смотрите что я придумал у меня есть табличка правильно табличка вот такая вот табличка я еще сюда поставлю как думаете для чего я напишу есть туду а подождите ли это не получится нет вот так первое клей это будет означать что это не надо так нет клей о клей да это значит фактически это просто шпаргалка моя чтобы я всегда видел что мне нужно так вот сейчас мне надо цемент дальше верный бетон о 200 как раз ровно 200 суды 200 у нас пойдет суды и ждем давайте подождем так видишь что удастся мне сейчас тут все всех зачистить ходит и бездельники постоянно а в ухту дрянь главное ничего толком не носит попова 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 но я знаю чем еще сделаем попова попова так но мне вот тот интересует идиот эти ты мало волнует правильно мочи своих своих друзей дураков а все но тут смотрите а громко ушел друзья главное еще что ли один есть подозрение что кто-то сзади и да точно сзади идут так с этим разобрались не конечно это все не портит я честно говоря думал что вот сохраню свою деляночку это опять так друзья ну смотрите мне тут притащили медведя зомби медведя давайте вот этот час по он исчез смотрите он исчез зомби скример это тоже есть скример ну хватит ладно агрессию свою проявлять это ты мне по-моему дарила да пять минут и просто все тут в труху ну что ж друзья давайте тогда наверное этом закончим спасибо вам за внимание заходите еще это было 7 days to die на сложите инсейн версия альфа 15.1 карта нвс гн выживаем на одной жизни с вами был григорий до новых встреч пока пока